Супруга Городские телеграммы от пациентов Потом искали в гостиной и в комнате Ольги Дмитриевны Был уже первый час ночи, Николай Евграфович знал, что жена вернется домой не скоро, по крайней мере часов пять Он не верил ей, и когда она долго не возвращалась, не спал, томился И в то же время презирал и жену, и ее постель, и зеркло, и ее бонбоньерки И эти ландыши, и гиациды, которые как-то каждый день присылал ей И которые распространяли по всему дому приторный запах цветошной лавки В такие ночи он становился мелочен, капризен, придирчив И теперь ему казалось, что ему очень нужна телеграмма, полученная вчера от брата Хотя эта телеграмма не содержала в себе ничего, кроме поздравления с праздником В комнате жены на столе, под коробкой с почтовой бумагой, он нашел какую-то телеграмму и всклянул на нее мельком Она была адресована на имя тещи для передачи Ольги Дмитриевны из Монте-Карло Подпись «Мишель» Из текста доктор не понял ни одного слова, так как это был какой-то иностранный, по-видимому, английский язык Кто этот Мишель? Почему из Монте-Карло? Почему на имя тещи? За время семилетней супружеской жизни он привык подозревать, угадывать, разбираться в уликах И ему не раз пригодило в голову, что благодаря этой домашней практике из него мог бы выйти теперь отличный сыщик Придя в кабинет и начавший предсоображать, он тотчас же вспомнил, как года полтора назад он был женой в Петербурге И завтракал у Кюба, садиб своим школьным товарищем инженером путей сообщения И как этот инженер представил ему и его жене молодого человека лет 22-23, которого звали Михаилом Ивановичем Появили была короткая, немножко странная рис Спустя два месяца доктор видел в альбоме жены фотографии этого молодого человека с подписью по-французски На память о настоящем и в надежде на будущее Потом он раза два встречал его самого у своей тещи И как раз это было то время, когда жена стала часто отучаться и возвращалась домой в 4 и 5 часов утра И все просила у него заграничного паспорта, а он отказывал ей И у них в доме по целым дням происходила такая война, что от прислуги было совестно Полгода назад товарищи врачи решили, что у него начинается чахотка И посоветовали ему бросить все и уехать в Крым Узнавшую об этом, Ольга Дмитриевна сделала вид, что это ее очень испугало Она стала ласкаться к мужу и все уверяла, что в Крыму холоды и скучно А лучше бы в Ниццу, и что поедет вместе и будет там ухаживать за ним, беречь его, покоить И теперь он понимал, почему жене так хочется именно в Ниццу Ее Мишель живет в Монте-Карло Он взял английско-русской словарь и переведя слово и угадывая их значение Мало-помалу составил такую фразу Пью здоровье, моей дорогой возлюбленной, тысячу раз целую маленькую ножку, нетерпеливо жду приезда Он представил себе какую бы смешную, шалкую роль он играл, если бы согласился поехать с женой в Ниццу Едва не заплакал от чувства обиды и в сильном волнении стал ходить по всем комнатам В нем возбудилась его гордость, его племейская брезгливость Шимая кулаки и морщисть от отвращения, он спрашивал себя Как это он, сын деревенского попа, бурсак по воспитанию, прямой, грубый человек по профессии хирург Как это он мог отдаться в рабство, так позорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, продажному, низкому созданию? «Маленькая ножка!» – бормотал он компкой телеграмму «Маленькая ножка!» От того времени, когда он влюбился и сделал предложение, и потом жил семь лет Осталось воспоминание только о длинных душистых волосах, массе мягких кружев и о маленькой ножке В самом деле очень маленькой и красивой И теперь еще, казалось, от прежних объятий сохранилось на руках и лице ощущение шелка и кружев И больше ничего Ничего больше, если не считать истерики, виска, попреков, угроз и лжи, наглой, изменческой лжи Он помнил, как у отца в деревне, бывало, со двора в дом, нечаянно влетала птица и начинала неистово биться о стекла и опрокидывать вещи Так и эта женщина из совершенно чуждой ему среды влетела в его жизнь и произвела в ней настоящий разгром Так безнадежно и поправимо разрушено, как при этой женщине Он стал кашлять, задыхаться, надо было бы лечь в постели согреться, но он не мог И все, ходил по комнатам или садился за стол и нервно водил карандашом по бумаге и писал машинально Проба пера Маленькая ножка К пяти часам он ослабил и уже обвинял во всем одного себя Ему казалось теперь, что если бы Ольга Дмитриевна вышла за другого, который мог бы иметь на нее доброе влияние То кто знает, в конце концов, быть может, она стала бы доброй, честной женщиной Он же плохой психолог и не знает женской души, к тому же не интересен групп Мне уже осталось немного жить, думал он Я труп и не должен мешать живым Теперь, в сущности, было бы странно и глупо отстаивать какие-то свои права Я объяснюсь с ней Пусть она уходит к любимому человеку Дам ей развод, приму вину на себя Ольга Дмитриевна приехала наконец и, как была в белой ротонде, шапке и в калошах, вошла в кабинет и упала в кресло Противный, толстый мальчишка, сказала она, тяжело дыша и всхлипнула Это даже не честно, это гадко Она топнула ногой Я не могу, не могу, не могу Что такое, спросил Николай Евграфович, подходя к ней Меня провожал сейчас студент Азербеков и потерял мою сумку, а в сумке 15 рублей Я у бабы взяла Она плакала самым серьезным образом, как девочка и не только платок, но даже перчатки у нее были мокрые от слез Что ж делать, вздохнул доктор Потерял так и потерял, ну и бог с ним Успокойся, мне нужно поговорить с тобой Я не миллионерша, чтобы так манкировать деньгами Он говорит, что отдаст, но я не верю, он бедный Муж просил ее успокоиться и выслушать его А она говорила все о студенте и о своих потерянных 15 рублях Ах, я дам тебе завтра 25, только замолчи, пожалуйста, сказал он с раздражением Мне надо переодеться, заплакала она Не могу же я серьезно говорить, если я в шубе Как странно! Он снял с нее шубу и калоши И в это время ощутил запах белого вина Того самого, которым она любила запивать устриц Несмотря на свою воздушность, она очень много ела и много пила Она пошла к себе и немного погодя вернулась Переодетая, напудренная, с заплаканными глазами Села и вся ушла в свой легкий с кружевами капот И в массе розовых волн муж различал только ее распученные волосы И маленькую ножку в туфле Ты о чем хочешь говорить? Спросила она, покачиваясь в кресле Я нечаянно увидел вот это, сказал доктор и подал ей телеграмму Она прочла и пожала плечами Что ж, сказала она, раскачиваясь в селе Это обыкновенное поздравление с Новым годом и больше ничего Тут нет секретов Ты рассчитываешь на то, что я не знаю английского языка? Да, я не знаю, но у меня есть словарь Это телеграмма от Риса Он пьет здоровье своей возлюбленной И тысячу раз целуя тебя Ну оставим, оставим это, продолжал доктор торопливо Я вовсе не хочу убрегать себя или делать сцену Довольно уже было сцен и попреков Пора кончить Вот что я тебе хочу сказать Ты свободна и можешь жить как хочешь Помолчали Она стала тихо плакать Я освобождаю тебя от необходимости притворяться и лгать Продолжал Николай Евграфович Если любишь этого молодого человека, то люби Если хочешь ехать к нему за границу, поезжай Ты молода, здорова, а я уже коллег Жить мне осталось недолго Одним словом, ты меня понимаешь Он был взволнован и не мог продолжать Ольга Дмитриевна, плача и голосом, каким, говорят, когда жалеют себя Созналась, что она любит риса и ездила с ним кататься за город Бывало у него в номере и в самом деле ей очень хочется теперь поехать за границу Видишь, я ничего не скрываю Сказала она с обстохом Вся душа моя нараспашку И я опять умоляю тебя, будь великодушен Дай мне паспорт Повторяю, ты свободна Она пересела на другое место, поближе к нему Чтобы взглянуть на выражение его лица Она не верила ему и хотела теперь понять его тайные мысли Она никогда никому не верила И как бы благородны ни были намерения Она всегда подозревала в них мелкие или низменные побуждения и эгоистические цели И когда она пытливо засматривала ему в лицо Ему показалось, что у нее в глазах, как у кошки, плестул целеный огонек Когда же я получу паспорт? Спросила она тихо Ему вдруг захотелось сказать Никогда Но он сдержал себя и сказал Когда хочешь И я поеду только на месяц Ты поедешь к рису навсегда Я дам тебе развод Прямую вину на себя И рису можно будет жениться на тебе Но я вовсе не хочу развода Живо сказала Ольга Дмитриевна, делая удивленное лицо Я не прошу тебя развода Дай мне паспорт, вот и все Но почему же ты не хочешь развода? Спросил доктор, начиная раздражаться Ты странная женщина Какая-то ты странная Если ты серьезно увлеклась и он тоже любит тебя То в вашем положении вы оба ничего не придумаете лучше брака И неужели ты еще станешь выбирать между браком и эдультером? Я понимаю вас Сказала она, отходя от него И лицо ее приняло Алое мстительное выражение Я отлично понимаю вас Я надоела вам и вы просто хотите Избавиться от меня Навязать этот развод Благодарю вас И я не такая дура, как вы думаете Разводы я не приму и от вас не уйду Не уйду, не уйду Во-первых, я не желаю терять общественного положения Продолжала она быстро, как бы боясь, что ей помешают говорить Во-вторых, мне уже 27 лет А рису 23 Через год я ему надоем И он меня бросит И в-третьих, если хотите знать Я не ручаюсь, что это мое увлечение может продолжаться долго Вот вам Не уйду я от вас Так я тебя выгоню из дому Крикнул Николай Евграфович И затопал ногами Выгоню вон, низкая, гнусная женщина Увидимся Сказала она и ойшла Уже давно рассвело на дворе А доктор все сидел у стола Водил карандашом по бумаге И писал машинально Милостивый государь Маленькая ножь Или же он ходил и останавливался в гостиной перед фотографией Снятой 7 лет назад Вскоре после свадьбы И долго смотрел на нее Это была семейная группа Тесть, теща, его жена Ольга Дмитриевна Когда ей было 20 лет И он сам в качестве молодого счастливого мужа Тесть, бритый, пухлый Водянышный тайный советник Хитрый и шадный до денег Теща, полная дама с мелкими хищными чертами Как у Хайка Безумно любящая свою дочь И во всем помогающая ей Если бы дочь душила человека То мать не сказала бы ей ни слова И только заслонила бы ее своим подолом У Ольги Дмитриевны тоже мелкие хищные черты лица Но более выразительные и смелые, чем у матери Это уж не хорек, а зверь покрупнее А сам Николай Евграфич Глядит на этой фотографии Таким простаком Добрым, малым, человеком, рубахой Добродушная семинарская улыбка Расплылась по его лицу И он наивно верит, что эта компания хищников Которую случайно втолкнула его судьба Даст ему и поэзию, и счастье И все то, о чем он мечтал Когда еще студентом пел песню Не любить, погубить, значит жизнь молодую И опять с недоумением спрашивал себя Как это он, сын деревенского попа По воспитанию бурсак, простой, грубый и прямой человек Мог так беспомощно отдаться в руки Этого ничтожного, лживого, пошлого Мелкого по натуре, совершенно чуждого ему существа Когда в 11 часов он надевал сюртук Чтобы ехать в больницу, в кабинет вошла гордичная Что вам? Спросил он Барыня встали и просит 25 рублей Что вы давеча обещали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...